Текст помог редактировать и его же озвучил мой друг Олег. Олег, спасибо тебе! Человеческий глаз имеет ограничения. Предел его разрешающей способности это точка диаметром 1,1 мм. Другими словами, все, что меньше этой точки, без специальных линз, глаз увидеть не способен. Но мы и мир вокруг нас состоит из меньших частиц. Углубляясь дальше, мы видим мелкие организмы, которые называют микроорганизмами. Бактерии и вирусы. Чаще всего бактерии имеют одноклеточную структуру, вирусы клеток не имеют. Клетка содержит в себе все необходимое для жизни и размножения. Вирусы же нуждаются в клетках. Они захватывают бактерию и подключаются к ее системе в качестве паразита. Размеры бактерии от 500 до 5000 нанометров. А вирусов еще меньше, от 20 до 300 нанометров. Заглянем внутрь клетки, с которой созданы мы. Эта клетка называется эукариот. Их размеры 20-30 нанометров. То есть некоторые из них больше, чем размер биполярного транзистора в процессоре. Растягивая клетку дальше, мы увидим митохондрии, оболочку ядра и само ядро. Перейдя на большие масштабы, в средине ядра можно увидеть молекулы ДНК, которые имеют диаметр 2 нанометра. Они хранят в себе информацию о цвете кожи, глаз и всего остального. Увеличив масштаб еще, мы рассмотрим наименьшие частицы вещества, которые определяют его свойства. Молекула. То есть газ, жидкость, металлы, все они состоят с молекул. Просто в каждом из них структура разная. Например, самая простейшая молекула водорода. Ее диаметр 2 десятых нанометра. Что это за сферы, спросите вы? Это атомы, именно их свойства объединяться в группы, которая называется ковалентная связь, создала все, что нас окружает. Диаметр атома гелия 32 тысячных нанометра или 32 пиктометра. Вы только вдумайтесь, в точке размером 1 десятая миллиметра поместится больше миллиарда атомов. Пошли дальше. Вокруг атома двигается отрицательно заряженный электрон. Он имеет диаметр 0,005 пиктометра. Атом от греческого неделимый. Но это не так. Увеличиваем масштаб и посмотрим, что внутри. А там у нас протон и нейтрон, размеры которых в тысячу раз меньше атома. А именно 0,001 пиктометра. Продолжая увеличивать масштаб, мы ничего не увидим аж до 100 атометров. Понятно, сколько атометр меньше нанометра, насколько горошина меньше нашей Земли. И вот именно меньше 100 атометров даже на самых точных микроскопах увидеть невозможно. Поэтому более короткие расстояния не подтверждены. И что внутри протонов и нейтронов, увидеть мы не сможем. В теории, внутри них находятся кварки. Ну а что дальше? Где основа всего? Самая меньшая теоретическая длина, это планковская длина. Естественная единица длины, поскольку в нее входят фундаментальные константы. Скорость света, постоянная планка и гравитационная постоянная. В этих масштабах в теории может находиться полотно Вселенной, квантовая пена, а также квантовые струны, колебания которых воспроизводят все многообразие элементарных частиц. Характер колебания струны задает свойства материи, такие как электрический заряд и масса. Что оно такое? Вообще отдельная тема, а пока это все, что нам известно.